Я и мне все, как и все, как и все. Урок белорусского языка для девятиклассников 13-й школы – это не просто 45-минутное занятие. Каждый раз для Ольги Денека это очередное путешествие в мир знаний. Набор правил воплощен в авторский аудиовизуальный курс. Не последнюю роль, в котором играют информационные технологии. Так и понятнее и интереснее. Ведь современного ребенка увлекает то, что сегодня на пике популярности. Ольга Валерьевна уверена, дети теперь другие, они мыслят по-другому. А грамотность, по ее мнению, порой страдает из-за активного общения в социальных сетях, где принято сокращение, а иногда и переделывание слов. Сегодняшняя молодь, она наибольшего корыстового интернет-коммуникацию. Они переписываются вельми активно. И, может быть, сегодняшняя проблема с учаственной молоди – это те правила, которые забываются, все-таки у письмовым маулини именно в социальных сетках. И хочется нагадать молоди об том, что социальные сетки – это так само тое место, где треба быть эдукованным, грамотным, где треба выкористовывать правила и белорусской мовы, и русской мовы, конечно. Тому сегодняшний день он вельми важный для того, как молодь разумела, что грамотность – это вельми важно, показывая к социально-культурной такой выхованности сучасного человека. И выхованность этой наибольши проявляется у правилах, которые мы выкористовываем, как в устном, так и в письмовом маулинии. Вопросом грамотности сегодня задаются и литераторы. Брестский автор Михаил Кулеш – один из приверженцев классического слова. Каноничность слога, точность ударения и запятых сказывается филологическое образование. Другое дело то, что в последние десятилетия изменилась и литература. Этот разговор особенно актуален еще и потому, что на днях в стране отметили День письменности. В нем столько теплоты и доброты, фантазии и мудрости народной, а сколько в выражениях красоты, достоинства и силы благородной. А до чего здесь песни хороши и сказки, и легенды, и предания. Мой говор – это часть моей души, основа нашей сути и создания. Многие, в том числе Михаил Иванович, сегодня обращаются к народным диалектам. По мнению нашего собеседника, человек, знающий языки страны, где он проживает и родной язык, может считать себя грамотным. Поэзия и письменность – это культура, это уровень развития нации, это интеллект, это душа человечества. Представители Российского центра науки и культуры в Бресте отождествляют грамотность с образованностью и начитанностью. Именно поэтому областной центр в очередной раз присоединился к большой исторической акции – «Диктант Победы». Главная цель проведения международного проекта – сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, в которой и белорусы, и россияне приняли активное участие. Знание важных дат истории и их героев – не это ли еще один компонент грамотности и образованности? Это как долг, можно сказать, потому что каждый третий белорус пал во время этой войны, и мои прадеды воевали. И есть, мне кажется, в этом какое-то личное стремление, чтобы хотя бы, ну не первым, но хотя бы десятку, да и когда тебя окружают люди, которые хотят победить, и атмосфера, дух соперничества – это очень вдохновляет и заставляет работать. Вообще, я человек, который увлекается историей долгое время. Я была на очень многих объектах, которые связаны. Вот, я заступила в мемориальном отряде в Брестской крепости. Вот, это очень большое достижение для меня. Я считаю, что история Великой Отечественной войны – это очень важно как для белорусского, так и для российского народа. Ни в коем случае никогда не надо этого забывать. И такие мероприятия, они помогают молодежи вспоминать об этом, проверять какие-то свои знания. 25 вопросов и 45 минут времени. Уже не в первый раз на своего рода Олимпиаду приходят не только школьники, но и их наставники – учителя истории. Для них это не только стимул для самосовершенствования, но и возможность обозначить интересные темы для будущих уроков. Самым главным событием в истории является Великая Отечественная война. И надо делать особый упор на знание такого важного исторического события, на основе которого воспитывается патриотизм. Поэтому уже второй год наша школа выставляет учащихся, чтобы они поучаствовали, может быть, выиграли. Брещане на самом деле второй год уже участвуют на площадке Российского центра науки и культуры в этом проекте. Отзывы замечательные, всегда с интересом приходят, пользуются большой популярностью. В этом году, к сожалению, ситуация с пандемией нас немножко подкосила, и мы приглашали от каждой школы по одному участнику, потому что, сами понимаете, какие условия должны быть для них созданы, чтобы, ребята, не дай бог, там что-то не произошло. Поэтому у нас зарегистрировано на сегодняшний момент 25 человек, но желающих было, конечно, гораздо-гораздо больше. Сертификаты участника Диктанта Победы получили все. А вот самым эрудированным в качестве подарка будет предоставлена возможность посетить масштабный парад Победы в 2021-м. Но не это главное. Важно, что такие мероприятия стимулируют к изучению других малоизвестных фактов большой общей истории. А это один из путей развития грамотности и образованности в обществе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok